Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава второй книги Ездры для библейского портала Экзегет считается на дальний традиционный наш перевод. Но первая глава, она нам устанавливает предысторию. Вообще, вторая книга Ездры, мы об этом говорили к первой главе, такой пересказ с выводами, уточнениями, связанный с повествованием о возвращении из плена. И первая глава – это предыстория, откуда, собственно, взялся плен, почему израильтяне оказались в Вавилонском плену. Начинается все с истории, как все было хорошо при царе Иосии, а потом, как после его смерти все постепенно портится, портится, портится. Но даже при нем, оказывается, было не все хорошо, а израильтяне тоже совершали всякие тяжкие грехи. Но когда он умер, уж совсем некому было их сдержать, и все закончилось тем, что пришли в Вавилонине, как орудие наказания, увели всех к себе, разрушив храм. Но это не навсегда. И вторая глава начинается как раз с Возрождения. В первый год царствования Киры Персидского, то есть Кира – это тот самый царь Персов и Медзян, который захватил Вавилон, и в самый первый год, то есть вот только-только Вавилонское царство сменилось Персидским, «В исполнении слова Господа из уст Иеремии», вот к кругу Иеремии явно автор очень близок, «Господь подвиг дух Кира, царя Персидского, он объел по всему царству своему словесно и письменно». Смотрите, опять Господь – действующее лицо. «Пришли в Вавилонине, захватили от Господь, их послал, Кир победил в Вавилонина, это Господь его послал». То есть нет в истории для библейского автора случайных событий и борьбы страстей и интересов. Вот там, как мы обычно, геополитика, вот там американцы чего-то хотят, китайцы чего-то хотят, мы там куда-то тоже стремимся. Вот кто из нас кого победит? А здесь всё очень просто. Господь отправил, Господь наказал, Господь помиловал, да, но при этом все эти действующие лица, все эти империи на своём месте, да, но это не их борьба, кто сильнее, да, кто хитрее, кто вот в данный момент удачливее. Это единый замысел, сложно устроенный. Итак, Господь возбудил дух Кира, он объявил по всему своему царству словесные письменно. Так говорит Кир, царь персидский, «Господь Израиля, Господь Всевышний поставил меня царём вселенной». Здесь даже Кир это сознаёт. На самом деле мы не уверены, насколько Кир это сознавал. Здесь может быть некоторый такой литературный приём. Книга всё-таки не каноническая, поэтому мы так к ней относимся с гораздо большей осторожностью, чем с каноническим книгом священного писания. Но здесь вот и сам Кир разлагает именно эту точку зрения, всё от Господа. «И повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, который в Иудее». С другой стороны, да, он прав, то есть это не значит, что Кир был единобожником, возможно, он почитал ещё, возможно, точно он почитал много разных богов, но и Господу он признавал, в конце концов, почему нет, для язычника это вполне нормально. «Итак, кто есть из вас, из народа его?» То есть из израильтян. «Да будет Господь его с ним, и пусть он, отправившись в Иерусалим, чтобы в Иудее строить дом Господа Израилева. Он есть Господь, живущий в Иерусалиме. Посему, сколько их живёт по местам, жители места того, пусть помогут им золотом и серебром, дарами коней и скота, и другими обетными приношениями на храм Господа в Иерусалиме». Обетные приношения, то есть человек обещает Богу нечто ему отдать, ну, как правило, за исполнение его молитвы или в случае какого-то благоприятного стечения обстоятельств, да, там я исцелеюсь от этой болезни, исцелюсь и отдам вот то-то и то-то. Вот кто что обещал по обету, давайте этим людям, которые идут в Иерусалим, отстраивать храм. «И поднялись старейщины племён Колена Иудина и Вениаминова, и священники, и левиты, и все, которых дух подвиг Господь, идти и строить дом Господа в Иерусалиме. А жившие в соседстве с ними всем помогали им серебром, и золотом, и конями, и скотом, и весьма многими обетными приношениями многих, которых дух подвигнут был». Дух подвигнут был, ну, то есть, это не налог, это не вымогательство, это добровольное приношение, да, вот краудфандинг сегодня это называется. Люди видят, что есть некая достойная цель и добровольно скидываются на эту цель. «И царь Кир вынес священные сосуды Господа, которые Навуходоносор перенёс из Иерусалима и поставил в своём капище». Вот Персидская империя вообще отличалась от Вавилонской гораздо большей терпимостью к религиям покорённых народов, и в данном случае, если это священные сосуды, незачем их хранить царю, пусть всё будет в святилище. Но для начала в языческом капище, потому что для этого самого персидского царя большой разницы нет. «Вынеси же их Кир, царь персидский, передал их Мефридату, своему сокровище-хранителю, а через него они переданы были Самонассару, князю Иудею». А князь Иудей, ну, такой этнарх, да, то есть Этнос живёт в плену, в рассеянии, но у него есть свой некий князь, который ими командует. Там, скажем, в Османской империи патриарх Константинопольский был отнархом греков, да, то есть он в каком-то смысле ими командовал, распоряжался. Вот так есть некий князь и у Иудеев в Вавилонском плену. Число же их было. Возливальниц золотых – тысяча, возливальниц серебряных – тысяча, серебряных курильниц – двадцать девять, чаш золотых – тридцать, серебряных – две – тысячи четыреста десять и других сосудов – тысяча. Вот любит этот повествователь конкретику, бухгалтерскую даже. Всех сосудов золотых и серебряных принесено пять тысяч четыреста шестьдесят девять. И принесены они Самонассаром, возвратившимся с ним из плена Вавилонского в Иерусалим. Ну вот, царь Кирв возвращает храмовую утварь. Во время же царствования Артаксеркса, царя Персидского, но другого, Велемом и Фридат, и Тавелли, и Рафим, и Вилтефм, и Самелий, и Писец, и другие, согласившиеся с ними, обитавшие в Самаре и других местах, писали ему следующее письмо. Ну а вот противодействие. То есть разные силы опять-таки борются. «Царь Артаксеркса, господину, рабы твои, Рафима, писатель происшествий, и Самелий, и Писец, и прочие советы их, и судьи, находящиеся в Келесире и Финикии». Это провинции, хотя здесь более поздние, скорее уже греческие названия, но книга до нас по-гречески нашла. Тогда называлась Заречем. В Персидской империи называлась, скорее, Заречем, то есть там за Ефратом. «Да будет ныне известно господину царю, что вышедшие от вас к нам иудеи, придя в Иерусалим, в этот отступнический и коварный город, устрояют площади его, возобновляют стены и полагают основание храма. Итак, если этот город будет отстроен, и стены его окончены, то они не только не согласятся платить подати, но и восстанут против царей. И как уже начато построение храма, то мы за благо признали не пренебрегать этим, но известить господина царя, неблагоугодно ли тебе посмотреть в книгах отцов твоих, ты найдешь запись о том в памятных книгах и узнаешь, что этот город был изменник и смущал царей и города, а иудеи-отступники, вечно производившие в нем заговоры, по каковой причине, и был опустошен этот город». Кстати, они по-своему правы. Мы читали как раз в первой главе о том, что при царе Садыкии попытались они отложиться от Вавилонского царства, и, собственно, Иерусалим был разрушен окончательно в связи с этим. Хотя и так ему было не сладко, и так Новохадоносор периодически его грабил. То есть вот такая имперская точка зрения. Хорошо то, что хорошо для империи. Царь Кир рассуждал несколько иначе. Он рассуждал так. Хорошо то, что угодно Богу. На самом деле очень часто люди путают эти две точки зрения между собой. Иудеи-отступники, вечно производившие в нем заговоры, по какой причине был опустошен этот город? «Итак, теперь извещаем тебя, господин царь, что если построится этот город, восстановятся стены его, то не будет для тебя проходов, в Келесирию и Финикию». Ну, то есть город станет центром влияния, его будет трудно взять штурмом, соответственно, от себя царь отпадут эти целые провинции. Что же ответит царь? Ну, царь вполне логично мыслит государственно. То есть ему более-менее все равно, кто там во что верит, а вот территорию контролировать надо. Царь уже другой, Артак Серкс, он не знает этих подробностей. Тогда царь написал в ответ Рафиму, описать о происшествии, и вел Тефму, и самелию Песцу, и прочим, согласившимся с ними, обитающим в Самаре и Сирии, и Финикии следующее. «Прочитал я письмо, которое вы прислали ко мне, и приказал рассмотреть. И найдено, что этот город издавна восставит против царей, и люди сии поднимают в нем эти же и войны, и были цари в Иерусалиме, сильные и могущественные, владевшие и собиравшие дань с Келесирией и Финикии». Ну да, там Давид, Соломон, как минимум. Итак, теперь я приказал воспретить этим людям строить сей город и наблюдать, чтобы ничего более не делалось, чтобы не имели дальнейшего успеха злонамеренные предприятия к беспокойству царей. Как просто убедить государственную власть, да? Сказать, что то или иное действие будет помогать ей возрастать в своем величии и могуществе, или наоборот помешает. Хорошо ли оно, плохо ли? Это неважно. По прочтению написанного царя Артаксеркса, Рафим и Самили и Песецы, согласившиеся с ними, поспешно отправились в Иерусалим с конницей ополчением народа и начали удерживать строящих, то есть мешать строительству, и остановило строение Иерусалимского храма до второго года царствования Дария и царя Пресвитского. Один из тех случаев, когда, как описывает эта книга, есть другие немножко повествования в книгах «Ездра и Неми», где параллельно та же история рассказывается, но вот согласно этой книге только смена царя сделала возможным продолжение строительства. Бывает так, что просто в какие-то периоды ничего не получаются, надо просто подождать. Вот у них именно такой период и был, а что случилось при Дарии, об этом третья глава, причем тут как раз у нас будет оригинальный текст, не пересказ других книг. Иерусалимского храма